Привет, прекрасные! У нас сегодня будет огромный обзор вот этой красоты. Просто невероятно очаровательная и милейшая посылочка пришла мне от Beauty Bomb. Я уже снимала одно видео, мне не понравился макияж, и я удалила. Оно мне дается с трудом, потому что эта посылка наполнена яркими цветами, а, как вы знаете, я фанат более спокойных оттенков. Но я даю ему еще один шанс. Я знаю, что продукты там классные, поэтому хочу обязательно вам о них рассказать. Нужно понимать, что Beauty Bomb ориентированы немножко на другой возраст, не на мой. Но это все очень очаровательно. Это достанется моей трехлетней подружке. Наклеечки, сережки. Кстати, не знаю, у нее, наверное, уши не проколоты. Панамка. Начну я с CC крема. У меня в оттеночке один лайт, и это белый продукт. Я уже использую его второй раз, то сразу же могу сказать, что он мне понравился. Он и не сильно сияющий, но и не супер наглухоматый, то есть естественное покрытие. И, может быть, немножко напоминает мне Airborian. Но сразу вам скажу, что Airborian меня не сильно восхитил. Я его не фанат, поэтому использовала его буквально парочку раз. Чем мне он еще нравится? Он достаточно легкий, и на лето его, скорее всего, будет очень комфортно носить. Один слой продукт не перекрыл мои покраснения. У него суп легкое перекрытие. И чем вообще, в принципе, я не люблю белые продукты, которые становятся потом оттенкой кожи, тем, что они все равно высветляют, выбеливают. Нужно находить свой оттенок. Они не подстраиваются, они просто очень тонко ложатся, через что просвечивается ваша кожа, и кажется, что он подстроился по итогу. Но у них всегда есть оттенок. Не просто же так он здесь написан. И плюс-минус он просто подходит большему количеству оттенков кожи. Мне не хватает, конечно, немножко покрытия, но я думаю, что чуть-чуть попробую наслоить. Продукт с таким блюрищим матовым финишем. Единственное, что кисточкой он полосит. Предполагаю, что, опять же, CC-крем рассчитан на то, чтобы их наносить руками. Но у меня в итоге получилось распределить. Вторым слоем он, опять же, ничего не перекрыл. То есть здесь мне уже в помощь придет консилер. Сразу же нашла бронзер в такой прозрачной упаковке. Здесь у нас такой а-ля мрамор. И чтобы вы понимали, вот я нанесла его на руку. Вот это у нас Beauty Bomb. Для сравнения нанесла Gucci в зеркало лица, которого я смотрюсь. Посмотрите, он более рыжий. При этом мне он нравится по оттенку. То есть это будет совсем нейтральный, классный продукт. Сто процентов могу рекомендовать этот продукт по оттенку. Он красиво лег, не рыжит. Следующий продукт в такой же упаковке, но фиолетовый. Это хайлайтер. То есть это какая-то такая деликатная история. Хайлайтер тоже такой классический, базовый. Если вам такой нравится, я люблю крупные частички, как вы помните, если вы смотрите мои видео. Но такое сияние тоже имеет место быть. Ставлю лайк этим двум штучкам. Бесконечная боль всех людей это найти хороший гель для бровей, который будет держать конкретные брови. Но, кстати, он не оставляет налет. Это для меня уже плюсик. Любопытно. Но пока что все прекрасно. В наборе еще шел вот такой вот, я так понимаю, что это хайлайтер. Интересно, ярко, смело. Но я, к сожалению, обойду его немножко стороной. Просто имейте в виду, что вот такой есть. Для меня, на самом деле, текстура у него прикольная. Но оттенок совсем не то, что мне хотелось бы увидеть на своем лице. И дальше я прихожу к двум штучкам, которые уже облетели интернет. И которые я тоже очень хотела. И очень обрадовалась, когда увидела их в наборе. Это сухие румяна. Невероятно пигментированные. Невероятно яркие. И сейчас мы им накрасимся. Причем мне нравятся оба оттенка. Как-то вот они, знаете, попали в душу. Вот розовый. Ой, ну это очень красиво. Закрашивать персиком. Очень много набирает. Я немножко стряхиваю. И... Очень нежно и классно. Ооо, как ярко. Мы вас поняли. И опять потемнела кран. Это защита от перегрева. Оно очень ярко ложится. И очень легко переборщить. Что мы в этом случае делаем? Продолжаем наносить, чтобы делать вид, что так должно быть. Румяна классные, пигментированные. Я думаю, что их можно использовать и на глаза, в том числе, не только в качестве румян. Прикольные, яркие оттенки. И нужно просто с ними быть чуть аккуратнее, чем с другими. Чтобы они не натворили экшена на вашем лице. И если, конечно, вы такое не любите. Не могу пройти мимо этой бальзама-помадки. Потому что она очень красивая. Просто невероятнейшая. И эта упаковочка, короче, какая-то супер обаятельная вещь. И я так понимаю, пахнет она черникой. Это запах черники. И это просто, я так понимаю, что ухаживающий бальзам. А нет, это тинт. То есть, возможно, мы что-то сейчас на губах увидим. Аромат очень сладкий, очень насыщенный. Опять же, для любителей и не любителей ароматов имейте в виду. Бори шли два вот таких вот ярких блеска. У них идет три цвета. Чуть порозовей. Тоже у них такой аромат потеплее, порозовей. И был еще холодный оттенок, который мне безумно понравился. Его нет в этом мешке, потому что я уже начала его использовать. И он уже в моей косметичке. Не пойду за ним. Накрашусь вот оттенком более теплым. Тинт почти не проявился. Ну вот видите, в принципе, я думаю, что уже достаточно время для тинта прошло. И бальзам, ну его почти вообще не видно. Какой-то микрооттенок он может быть давать. Чего нет, если сравнить. С верхней губой, то он чуть теплее делает губы, да? Я жаловалась на тот блеск, что у него, вы знаете, очень маленькая дырочка, через которую выходит кисточка и набирается маленькое количество продукта. И мне нужно 20 раз туда тыкнуть, чтобы получить продукт на губах. Я просто люблю, когда много блеска. Кожа матовая мне непривычна, потому что я люблю, когда все блестит и раздражает людей, которых раздражает блеск. Еще две помадки. Посмотрите, какие они красивые. Это получается более фиолетовое в зеленой упаковке. ЖВ, которое, скорее всего, будет моим фаворитом. Это очень прикольно, но вот у них уже яркий запах. На вот этой 100% буду пользоваться. Это, кстати, тоже интересно будет посмотреть, как она выглядит с карандашом. Но у нас уже блеск, на губах оставим его. Дальше у нас то, чего я так боялась, это яркие палетки, насыщенные оттенки. Я буду делать сегодня розовый макияж. Вот у нас здесь вот такие розовушки есть. Оранжевый, желтый, голубой и фиолетовый. Может фиолетовый сделать? Вот такие яркие карандаши. Я сейчас сделаю свочи, вам отдельно покажу. Но они действительно классные. Прикольно наносятся и стойко держатся. Я еле-еле как вымыла вот этот фиолетовый. После того неудачного видео на нижнюю слизистую я его нанесла. В этот раз я планирую сделать то же самое. Посмотрите, какие яркие, насыщенные оттенки. Мне кажется, в качестве подложки это очень крутые карандаши. И они, посмотрите, они уже застыли. Они очень стойкие. Желтенький у меня, к сожалению, сломался. Мы возьмем в этот раз оттенок пинг. Злоплоскую кисть. О боже, какой цвет. Вы это тоже видите. Я не использую подложки, чтобы посмотреть, как, в принципе, работает цвет. Кисточка с тоном, я прошлась по веку. То есть она не совсем голая. Ввожу к виску. Это классная пигментация. Я, если честно, не особо сильна в таких ярких, насыщенных оттенках. То если еще сделать подложку, что тогда будет? Чисточкой. Чисточкой. Это чистая кисточка. Чисточкой я вот так вот. Все, это мой новый сленг. Карандаш в оттенке пинк, чтобы прорисовать слизистую. Был все-таки еще вот этот вот тепленький. И немножко в складку его добавила. Из второй палетки я беру вот эту сияшку. Она нереально красивая. Сидинку, которую я оставила, я как раз таки заполняю этой сияшкой. Для стойкости и яркости можно было нанести карандаш на все века. Но я очень переживаю за свои веки, потому что они только недавно болели. И поэтому я делаю макияж менее стойкий, который легко смоется. Опять же, если на каждый день, он вам подойдет. Но если у вас какое-то мероприятие, я рекомендую все-таки проработать века либо базой, либо каким-то продуктом, который добавляет стойкости. Но наберу еще пальчиком, потому что часто сияшки лучше всего работают пальцем. С этими точно так же. В наборе еще шли яркие лайнеры. Оранжевый, голубой. Сейчас они подсохнут, я вам покажу. И черный. Я пошла за черным, чтобы нарисовать стрелки. За кадром я нарисовала стрелки. Вот голубой и оранжевый лайнер. Они не очень яркие. Черный тоже неплохой. Он насыщенный. Он не наглухоматовый, он сияющий. Губы решила все-таки поменять. Яркий макияж глаз. Мне хотелось больше губ. И опять же, из косметички уже достала. Это, кажется, третий оттенок. Он выглядит вот таким коричневым. Я хотела проверить брови. Они с первого раза застыли. На них не остался налет. Мне прям больно, потому что я так обычно, конечно, не делаю. Слушайте, ну, я бы нанесла второй слой, что я сейчас делаю. И к концу видео, когда я с вами буду прощаться, мы уже проверим. Но это неплохо для одного слоя. Давайте быстренько пройдемся по продуктам. Смотрю на тональный. И, кстати, он очень хорошо осел. Он матовый, я бы сказала, с сатиновым сиянием. Единственное, что сюда я уже, конечно, добавила консилер. Но если смотреть на лоб, то мне достаточно нравится этот продукт. Рекомендую его попробовать. Суперлегкая текстура, которая идеально подстраивается под светлый тон кожи, выравнивает цвет лица. Не ощущается в течение дня. Написано «правда», потому что я действительно его вообще не ощущаю. Ну, конечно, у всех разные степени ощущения. Кому-то даже самое легкое чувствуется. Мне очень в нем комфортно. Гей для бровей мне тоже очень понравился. Эти помадки мне понравились. Они отдают легкий оттенок. Я обязательно покажу их в своем, как минимум, телеграмме. Как максимум. Здесь загружу еще видео в шотс. Тоже одна из них. Коричневая 100% идет. Вторую мне нужно, конечно, пораспробовать. Посмотреть, как она будет смотреться. Дальше, к чему у меня потянулась рука. Конечно же, эти румяна. Пигментированные. Классные. Если вы хотите, например, такие же яркие глаза, но не хотите покупать большую палетку теней, велкам. А продукта бронзер меня впечатлил, потому что у него холодный классный оттенок для бюджетного продукта. Обычно делают пигментированные и рыжие. Этот очень-очень хороший. Хайлайтер обычный. Блески. Ну, из блесков, я думаю, вы поняли, что я бы взяла 0,3 оттенок. Там на сайте всего 3. Вы не ошибетесь. На сайте он выглядит вообще таким холодным, сиреневым. А на губах он прям вау. Что, кстати, по контуру на губах, можете посмотреть ровно в предыдущем видео. Я там этот карандашик распаковывала. Отличные карандаши. Стойкие. Можно использовать как подложку. Можно, кстати, рисовать цветную стрелку. Можно рисовать звездочки на лице, если вдруг вам хочется яркие, насыщенные цвета. Мне действительно очень понравились. Остаются в кейсе. Вряд ли я буду делать яркие макияжи, но иногда что-то нужно сделать для кувник-конкурса, например. У меня не было ярких карандашей. Мне не с чем особо сравнить, но эти мне действительно понравились. Палетки. Свочи я тоже обязательно куда-нибудь выложу. Ну, я так понимаю, что вот сейчас вот они набрались не очень хорошо. Фиолетовый хорошо набрался. А желтенький такой немножко плешивый. Я вот смотрела видео про яркие палетки у Наталины. Она там говорила, что яркие цвета и вроде как они должны без базы ложиться хорошо. Я в этом вопросе не эксперт. Вам свочи. На этом все. Спасибо, что смотрели. Пишите, что думаете по поводу макияжа. Я сейчас еще как-нибудь красиво его сниму не на фоне кухни, чтобы, ну, самой хотя бы как-то вдохновиться яркими оттенками. И сейчас я иду в магазин. Надеюсь, что меня не испугается. А вы обязательно пишите в комментариях, как вам макияж. Нравится ли она мне яркая, дерзкая, сочная. Конечно, прическу можно было бы поменять, но я, как всегда, спешу. Спешу жить этой жизнью и вам того же желаю. Подписывайтесь на мой инстаграм, телеграм и этот канал. Оставляйте комментарии. Пишите, что понравилось, что купили бы себе. Я захотела, если чего-нибудь вдруг внезапно. Всех обнимаю. Обожаю. Спасибо, что досмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok